здравствуйте дорогие мои друзья жара это ребята у нас 1052 плюс 29 дикое жарище и жара продолжится смотрите блин потом будет конечно 2726 с дождями может немножко будет легче это капец завтра вообще плюс 35 сегодня точно на речку схожу хотя планов записывать немерено тот же ролик по 90 все никак не могу начать еще чтобы вы не слышали какие-то посторонние шумы мне приходится вырубать вентилятор это жесть и так поехали windows 11 довольно хайповая тема получилась по наснимали сотни роликов про систему посмотрели на нее много чего нравится много чего не нравится это у нас по сути бета-версия возможно что-то еще поменяется в лучшую сторону я как всегда очень много критиковал после того как образ утек корпорация microsoft подала жалобу в японское подразделение microsoft для того чтобы и со windows 11 изъяли из поиска многие товарищи решили что microsoft сделал это специально потому что но крайне медленно и крайне поздно они на все это дело отреагировали когда уже система прям растеклась как масло по сковороде то есть везде а тут еще начали проводить различные тесты представляете бету сравнивать с windows 10 и 11 оказалось первых тестах медленнее чем windows 10 это были первые тест потом были следующие тесты где уже windows 11 оказалось быстрее незначительно но все-таки быстрее чем windows 10 и до 11 винда лучше работает на интелах чем на амуде почему потому что microsoft и intel сотрудничают активно потом многие завопили что windows 11 хом требует только интернет и только пройти все этапы регистрации и если в десятке можно было кабель высунуть как бы и данный этап пропустить создать локальную учетную запись то в хом версии нельзя в про можно и на самом деле в первом своем обзорчике потом еще дальше был стрим у меня как раз была там хом версия и я пропустить не смог я просто вел учетную запись отключать виртуал код интернета я даже не пытался я просто создал новую учетку и все естественно пользователи уже негодует точнее тестеры хотя многие уже поставили лично у нас в беседе наши в к 11 у многих стоит я уже не раз рассказывал ссылочка на беседу у нас будет в описании или в закрепе все вы видели панель виджетов который выезжает панели задач так вот говорят что появится возможность использовать виджеты сторонних разработчиков как когда-то это было ввести в семерке когда можно было гаджеты устанавливать от сторонних разработчиков потом microsoft посчитала что это опасно и вообще вирусы могут попасть на компьютер и все это дело отменили но как говорят современных мемах вернули все взад или перезапустим старые функции 17 раз что получили microsoft акции компании выросли у гу гу смотрите на сколько поэтому без обид это все бабки только бабки по сути windows 11 это та же самая windows 10 до чуток-чуток под обновили ядро по накидывали сверху интерфейса интерфейс крайне недоработанный на данный момент не хочу повторяться многие вещи где могли закрепиться не имеет такой функции перетащиться тоже не имеют такой функции ну да все она красиво как-то современно по яблочному выглядит но сейчас лишено всяческой кастомизации старых многих полезных функций но маркетинг сделал свое дело еще многие негодуют что они до сих пор файловый менеджер не захерачили вкладки кстати она активно получает обновление пиар-ход сработал это сейчас наверное самая хайповая тема в интернете на ю тубе молодежь балдеет стариканы негодуют потому что многие вещи которые были уже до этого выдаются за какие-то крутые новые функции много чего нелепого еще раз говорю что панель нельзя перетаскивать закреплять откреплять появилась панели задач лишняя строчка менюшка здесь пропало ну кое-какие функции можно вызвать через пуск еще много шумихи насчет того что интерфейс 11 винды слишком наполнен гигантизмом то есть какие-то вот панельки вот эти до поисковые строки стали слишком широкими потом очень много мемов по поводу того вот не обращайте то я устанавливал classic shell для эксперимента я вообще соберу наверное приколов заключается в том что интерфейс 11 винды очень похож на различные любительские по сути кустарные интерфейсы дистрибутива в линукс например кто-то увидел одиннадцатую винду в зорин уэс и такого плана мемы есть еще бытует шутка что вот это вот да она вообще похоже на что-то выжитое куда-то как будто кто-то присел перед этим поел чего-то красочного и вот это все дело сюда наложил ну вот не мое мнение это просто читал ржал вот прикол про зорин уэс но действительно все вот эти скругления были во многих уже и китайских и европейских дистрибутивах очень все похоже ребята вот посмотрите на депин и я наверное пару дней назад заметил что крайне все очень похоже естественно не досконально похоже но очень сильно все почему потому что microsoft она перестала что-то придумывать самостоятельно вот был очень большой прогресс во времена висту многие говорят что с macOS tiger много чего потянули но вот семерка и восьмерка но это наверное действительно что-то было свое да панель задачи напоминала док но тем не менее там было очень много классной функции управления окнами многие вещи реализованные в панели задач они не были похожи на яблочные решения ну а тут прям как будто ребята вообще перестали думать вот разработчики депина на яблоко смотрят да там зорина и других дистрибутивов давайте мы тоже будем смотреть и все это будет похоже на какую-то сплошную билиберду и представим это как что-то там ноу-хау какой-то а почему прокатило да потому что пролинок дистрибутива эти мало кто знает а про винду знают все мы да ладно все равно все схавают потому что люди особо не думают чем пользуются я говорю про основную массу людей которые на ю тубе смотрят как арбуз падает с девятого этажа да то время как канал какого-нибудь успешного палеонтолога ну может набирать там тысячу или 500 просмотров я лично такое наблюдал это ребята не реклама мне никто ничего не платил просто от себя вот человек мог найти где-нибудь на территории российской федерации редкого аммонита у него ролик может набрать за неделю 7 и 6 тысяч до может вообще за две недели 17 тысяч просмотров может вообще там 800 просмотров а может за три недели и 400 просмотров набрать но он нашел аммонита который жил и умер примеру там в начале мезозойской эры и он уникальный но люди смотрят как падает с девятого этажа арбуз понимаете ну да ладно перейду снова к windows я согласен со многими пользователями microsoft windows что на самом деле идеальной виндой для десктопа для домашнего персонального компьютера была windows 7 все остальное это то добавление то убавление одних и тех же функции на протяжении многих лет и попытка все это дело подороже продать поэтому от себя добавлю ничего уникального и интересного windows 11 я не нашел мне нравилась идея windows 8 но они ее загубили потому что команда сменилась они погубили мобильную платформу 8 мобильная платформа была в свое время не хуже android даже наверное лучшие местами удачно стартанула десятка но они все это дело вы знаете к чему довели привели а потом они снова все переделали и появилась вот это и короче это бета поживем увидим когда выйдет финал тогда я сниму точно развернутый ролик и выскажу свое мнение а пока вот это все у нас просто полу новостной полу аналитический ролик о том как хитрая компания на мой взгляд сама бросила в сеть данный образ подняла акции то есть уже она зарабатывает огромное количество бабосов а мы с вами имеем вот это зазубрины то есть если вы увеличите под лупой вот этот угол вы увидите зазубрины это тоже чего я смеялся в говно темах в году 2017 и тут на этом я заканчиваю всем пока спасибо за внимание продолжение следует наблюдаем за всеми событиями субтитры создавал DimaTorzok